Вот уже сутки сотни грузовиков с товарами не могут попасть с территории Украины в Крым. Въезды перекрыли участники запрещенного в России правого сектора и незарегистрированной организации Меджлиз Крымских Татар. Активисты называют свою акцию продуктовой блокадой Крыма. Правда, задача эта сложная, учитывая, что полуостров практически полностью обеспечивается с российской стороны. Против кого направлена импровизированная блокада и кому она вредит на самом деле? На месте событий разбирается Александр Литвинова. Пролив Чонгар. Именно здесь проходит граница между Россией и Украиной. И здесь же можно своими глазами увидеть, что из себя представляет так называемая продуктовая блокада Крыма. С российской стороны движение беспрепятственное, а вот с украинской пока проезжают только легковые автомобили. Последний грузовик здесь видели в три часа ночи. Дальнобойщики, успевшие проскочить через КПП Джанкой, долго подбирают выражения, чтобы прокомментировать на камеру украинские новшества. У меня нормальных слов не находится объяснение этому. Это просто беспредел, и кто этим занимается, я не понимаю интереса, я не понимаю. Люди потеряют работу, как татарские татары на той стороне, которые возили сюда продукты. Они не смогут заниматься работой. Так, соответственно, и мы потеряем работу. Куда хуже дела обстоят у этих дальнобойщиков. Это как раз-таки украинская сторона, поселок Чонгар. Водитель, проезжающий в сторону границы легковушки, снимает на камеру огромную очередь из фур. Судя по его комментариям, там скопились десятки грузовиков. 57, 58, 59, 60. Сколько им придется здесь стоять, и что будет с товарами, большинство из которых имеют ограниченный срок годности, пока не ясно. Акцию ее организаторы, а это лидеры незарегистрированной организации Меджилис Крымских Татар, Рифат Чубаров и Мустафа Джемилев, называют бессрочной. Присоединились и бойцы запрещенного в России экстремистского движения «Правый сектор». Тут же сотрудники украинской милиции. Людей много, военных много, митинга не видел. Перегородили, там стоят какие-то заграждения от больших машин. Больше ничего, так нас пропускают, пожалуйста, пожалуйста. При этом на российской стороне все спокойно. Контрольно-пропускные пункты работают как обычно. Мы готовы к оформлению лица транспортных средств, следующих как на въезд в Российскую Федерацию, так и на выезд из Российской Федерации. Каких-то сбойных ситуаций пока нет. По сопредельной стороне, соответственно, после двух часов ночи, с сопредельной стороны, в нашу сторону не приехало ни одного грузового транспортного средства. Свою точку зрения по поводу продовольственной акции высказали крымские татары. Более сотни человек устроили пикет у дома Мустафы Джемилева в Бахчисарае. В правительстве Крыма тем временем не просто спокойно. Здесь откровенно смеются над акцией. Сергей Аксенов в своем комментарии даже вспомнил сюжет сатирического советского мультфильма про ограбление по-итальянски. Там, где Марио все собирался ограбить банк, всех предупреждал за неделю. Все, как пойду, как ограблю, скоро пойду, все, деньги отдам, когда ограблю банк. Вот цель, наверное, точно такая же. Просто донести до своих кредиторов, что хоть что-то делается с целью создать какую-то деструктивную позицию на границе с Республикой Крым, поскольку давно все крымчане к этому были готовы. У всех сетевиков давно заключены контракты с сельхозпроизводителями Крыма Российской Федерации. Поэтому для Крыма, ну это очередное комедийное действие, которое развращивается на экранах телевизора. Все с интересом наблюдают, чем оно закончится, сколько они выстоят. В итоге получается, что эта самая блокада навредить может разве что украинским же производителям. А вот голоду на полуострове явно не приведет. Крым уже давно практически полностью перешел на российскую продукцию. На рынке наглядный пример. Сало Евпаторийское, молоко Кубанское.